Как сказать, ущерб от скачивания альбомов, конечно, в плане денежном, он огромен. В плане коммерческом это, конечно, бьет сильно, да, то есть по продаваемости альбома, но не знаю, как бы, что с этим поделать. Ну, в этом есть, я считаю, свои плюсы и свои минусы, но в любом случае это будет. То есть, как и я сам качаю, да, и также остальные люди качают, это нормальные явления. То есть, просто те, кто именно не из интереса, да, там, а что они там выпустили, да, там, скачивают, а те, которые, ну, знают, что они качают, я думаю, они скачают, да, послушают, им понравится, и они пойдут купят, они захотят посмотреть это в полном оформлении. То есть, просто если бы взять всех людей, которые скачивают наш альбом, у которых, то есть, он есть, да, на компе, там, в плеере, где угодно, и хотя бы, чтобы, я не знаю, каждый хотя бы заплатил нам, там, по 10 рублей, да, за этот альбом, то я думаю, что мы бы уже, как бы, все бы забыли о том, что такое, там, метро, там, ну, у нас было бы, как бы, все в порядке. Но это тоже дает возможность людям узнать о группе, просто так, бесплатно, вот. И, в принципе, это очень глупо, как-то этому сопротивляться, обвинять людей. Ну, естественно, когда у человека есть возможность достать что-то бесплатно, конечно, он достанет это бесплатно. Это просто человеческая природа, с этим нельзя спорить. То есть, как бы, на самом деле, я сам вот не покупаю диски, как бы. Я забыл, когда я последний раз покупал, честно, это было 5 лет назад, больше. Вот реально, честно, я даже как-то не думаю об этом. И когда мой альбом скачивают, и я тоже не думаю об этом. Ну, то есть, я сам качаю всю музыку из интернета, я не покупаю диски, поэтому я считаю, то, что, как бы, это нормально, и то, что наши фанаты качают нашу пластинку, то есть, с интернета это нормально. Мы даже сами, вот, когда там прошло некоторое время, мы выложили, то есть, допустим, у нас, как было, мы выложили на MySpace пару треков, ну, в таком не очень хорошем качестве, и потом мы посмотрели, что они так быстро расходятся по инету, вот, решили там написать, типа, парни, а-ля, там, не качайте отсюда, вот мы выложили, как бы, хорошую, но нормальную версию. Один, наверное, такой момент, что как-то с этим надо бороться. Наверное, надо это делать как-то там. Хочешь интернет? Заплати копеечку. Ну, как бы, заплати. Носители физической информации, это прошлый век, стопудово. Как ни крути, они уйдут. Как бы ни старались путем, там, законодательства, да, как-то это ограничивать, все, то есть, дисков не будет. А нужно просто придумать некую замену. То есть, некий носитель, который бы позволял передавать информацию без риска, как бы, ее какого-то нелегального распространения. Просто это не придумали. Но я думаю, что придумают. И тот, кто придумает, этот будет, как бы, король мира, скорее всего. Ну, опять-таки, русский менталитет, он нескореним просто. И даже если все будет платное, мы все равно найдем лазейки. То есть, это в крови у людей. Я, да как бы я ни относился к этому, это, ну, такая вещь, которая, ну, да, ну, я буду плохо относиться к этому. Что изменится? От этого качать будут меньше? Да не будут качать меньше. Я сам качаю. И, как бы, почему я не буду пропагандировать? Не качайте наш альбом. Нет. Наоборот, как бы, например, если у человека нету возможности купить диск, почему бы и нет? Сказать, что это прямо приносит реальный вред музыкантам, это как-то пошло будет. А вот издатели наверняка вред это приносят. Вообще, в первую очередь, конечно, лейбл наносится, которые, как бы, вкладывают деньги в эту запись и выпуск этого альбома. И когда, как бы, и, по идее, группе, может быть, наплевать. То есть она, как бы, знаешь, она продала, например, права, как бы, и, черт с ним, ну, как он скачивает, и круто, как бы, там, больше будет конскассора ходить. Но при этом лейбл, понятное дело, теряет интерес постепенно. То есть, как бы, в следующий раз он тебе уже скажет такой, слушай, такая ситуация, как бы, я продал там столько, а не столько, как бы, как в прошлый раз, давай я тебе заплачу вот столько, вот, за этот твой альбом, который ты, там, писал, там, год, как бы, все это сочинял. И вопрос о том, платно это или бесплатно, это уже, то есть, вопрос морали. Как Джеймилл Челевый Боб, которые приходили к своим людям, которые писали какую-то херню в интернете. Я могу только сказать одно, дорогие ребята, качайте, качайте. Потом мы приедем и дадим им пи*** ей, вот и все. Вот я, например, все время слушал западную группу, там, какой-нибудь, там, не знаю, группа Глазджо. Я приходил в магазин и говорил, блин, дайте мне группу Глазджо. Они, нет, у нас есть Ирина Сенчукова. Дайте мне диск группы Глазджо, черт вас, побери. Они такие, ну, нет, у нас этого нет, ну, мы закажем. Я, окей, тогда закажите еще, там, машинхэт, там, колебан, закажите еще, там, что-нибудь, блат бразерс, там, какие-нибудь группы такие. Прихожу, ну, как, что-нибудь привезли? Нет, на складе ничего нет. И что вот я, человек, который слушает западную музыку в России, что я буду делать? Да, конечно же, я залезу в интернет и скачаю все. Я по этому поводу даже как-то статью в интернете написал, довольно-таки большую, но пересказывать не буду. Но у меня такое двоякое отношение. Во-первых, благодаря интернету все такие группы, как Психия Матери, Дженеир, Стигмата, Оригами, благодаря интернету они стали известны вообще по всей стране. То есть можно это как в плюс записать и тут же как бы как минус, что не заработать. Ну, приходится зарабатывать концертами, ездить, много ездить. Я знаю, сколько ездит Стигмата. Последний их тур, ну, очень серьезный был. Приходится зарабатывать концертами. У нас с вами сегодня сольный концерт, это впервые в городе ДВЕР. Поздравляем, сегодня впервые в этом городе проходит на Кустином драйв-шоу, которое сейчас проходит по всей России. Благоприятное среда. Вот и это самое главное, самое главное, что у нас сегодня настоящий анж-ванг спортива, ребят. После того, как мы написали свой третий альбом, мы отправились в самый широкомасштабный тур группы Стигмата. Ну, общие знакомые, как бы, предложили мне ребятам помочь, когда они выезжали в тур, прокатить их на машине. Ну, быть у них, как бы, вроде водителя на своей машине. Ну, у меня автобусы, я их на автобусе, поехал с ними в тур. Такие хорошие, добрые, теплые чувства остались у нас от общения и от знакомства с ребятами. Это два месяца жесткой кочевой цыганской жизни. Чёртая, он ругается. Братан, ты в лифте родился или нет? Чёртая, чёртая. Чёртая, чёртая. Часы глядел вообще. Смотри, братан, у меня нет часов. Знаешь, мы живём в 21 веке, знаешь, такая вещь есть, мобила называется. Там всё, там, знаешь, там и телефон, там и часы. Вся в х*** как бы есть. Братан, я лучше у тебя посмотрю в мобилу. Ближе доставать не надо. Сон 4 часа в день, вот в таком сидячем состоянии. Помыться – это вообще великое благо. Поспать лёжа – это вообще, я не знаю, там. Я думаю, по здоровью это, конечно, как бы так, бьёт нормально. Организм очень сильно выматывается от переездов. Очень сильно бьёт по иммунитету. И, как правило, ты приезжаешь из тура, ну, какой-то такой уже больной. Потому что, ну, всё-таки переезды постоянные, постоянная смена климата – это очень тяжело. Каждый день у тебя концерт в течение 56 дней. Представляете себе, что это такое? Это вначале кажется, что, а, фигня. Сейчас я поеду, там, 60, да, больше возьмём, 80 городов. Отъезжу, во, каждый день. Буду лобать, ещё денег заработаю. Нет. После 10-го города ты понимаешь, что это как бы ты попал в некую систему, в секту. То есть, бежать назад некуда. Когда ты смотришь на табличку 4000 километров до Санкт-Петербурга, ты подиваешь, тебе только вот туда, дальше. А назад нет. В Турах, блин, очень, очень сложный график. Очень сложное перемещение между городами. И пока что очень сложный транспорт у нас. Вот. И поэтому высыпаться сложно. Но я стараюсь. Стараюсь высыпаться, но, как правило, это не получается. В основном сплю часов в пять где-то. Ну, а в Туре вообще меньше, потому что там очень часто смещается время. И ты там, то есть, очень, ну, неудобно спать в автобусе. Там ты поспал два часа, там полчаса там посидел. Там опять два часа поспал часик, опять вот так вот у тебя. Ну, круто, когда именно в гостиницу там приезжаешь. Ну, то есть, есть время именно где-нибудь в гостинице там переночевать. То это, конечно, очень удобно. Там помылся, покушал, там все, ты бодр, там готов там работать. И каждый день ты отрываешься, ну, как пять лет назад. И не оставляем сил на что-то. То есть, на завтра. У нас нет такой темы, а сегодня сыграем поменьше, чтобы на завтра оставить силы. Нет, мы вкладываем все в каждый концерт. Когда у нас был тур предыдущий, да, и там было 52 города. И вот когда ты уже едешь в какой-нибудь там 48-й, да, там в один из последних городов. Я думал, что это может надоесть, да, как-то. То есть, допустим, ты выходишь на сцену, да, и опять там те же песни, и ты опять там играешь. Типа там без эмоций, там отыграл, хоп, ушел. А на самом деле нифига. Какой-нибудь Омск, Томск, там Новосибирск, там Владивосток. Там есть альтернативные тусы, там любят и знают альтернативную музыку. В Латвии знают русские альтернативные группы. В Эстонии мы приезжаем, у них нет своих альтернативных групп, они слушают русское. И там все ходят на русские группы. И когда приезжает Стигмата, там суперконцерт его проходит в Эстонии, в Латвии, блин, в Риге. В Таллине, это просто суперконцерты. Отличные города, там, блин, все круто. В этом году у нас новые такие достижения. Мы поедем там вообще на Дальний Восток, еще ни разу там не были. Вот не знаем пока, очень ждем там этих городов. Это там Хабаровск, там, вот. Очень хотим поехать в Владивосток, но там пока все это решается, но пока непонятно, что как там будет. Очень много городов, очень много людей. То есть это как, знаете, как калейдоскоп. Перевернул уже, и уже что-то новое, красочное, но другое. Очень много хороших людей, очень много хороших городов. И вот я не буду выделять конкретно какой-то гостеприимии, потому что, ну, не хочу обидеть остальных. Везде было круто. Мне вот больше всего нравится в Таллине, потому что там такой организатор, гуру, он такой душевный мужик. И он, просто когда мы ездили туда в первый раз, мы играли там на каком-то загородном фестивале, там где-то в лесу вообще. И, ну, то есть мы реально чувствовали себя просто как будто бы, я не знаю, мы там Алла Пугачева. То есть нас туда привезли, поселили в отдельный домик. В домике была там и сауна, и все-все-все. Мы жили в нем четыре дня. Этот гуру там привозил лодку, указал нас там на этой лодке по озеру. То есть везде там за нами ходил, как будто бы чуть ли вот так вот с опахалами рабы там за нами не носились. И было очень прикольно. И вот мы каждый раз приезжаем, то есть он нас каждый раз встречает, то он нас там поведет в аквапарк, то туда, то туда. И просто еще сам город Таллинн, он какой-то, он очень красивый. И люди там какие-то, ну, я не знаю, там все какие-то более доброжелательные, добрые, спокойные. Потому что, видимо, им там как-то проще живется немного, да, чем в России. Ну, в Сибири очень понравилось, потому что там люди такие вот как-то ближе, вот я не знаю, там к людям, которые живут в Питере. То есть они открыты, добрые. То есть с ними было легко найти общий язык. Вот в Москве, конечно, иногда бывает то, что очень тяжело с человеком как-то вот именно поговорить, ну, какой-то контакт найти. А в принципе все вот города, ну, которые не очень большие, там люди, они очень дружелюбные и в принципе везде очень круто. Даже как бы когда подводил аппарат, то есть вот спасала энергетика зала. Как бы приятно играть для людей, когда ты видишь, когда идет обмен энергии. То есть и старые песни, какой бы она там старой ни была, или, допустим, которые даже там морально устарело, да, там из первых альбомов, все равно каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты все это заново переживаешь.